Ангелы 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 Приветствую братья и сёстры, церковь возлюбленная Господом нашим Иисусом Христом. Прочем вместе с вами прославить Господа? Спаситель, говори нам везде, во всякий час, Слова любви и силы я не оставлю у вас. Пошли ты нам в лечение Твоим словам внимать, Наполни сердце пеньем, в Тебе дай ликовать. Спаситель, говори нам слова любви святой, Что мы непобедимы, когда живем с Тобой. Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас, Твои слова дай слышать я не оставлю у вас. Спаситель, говори нам, открой щедрот ключи, Наполни счастье гимном, молиться нас учи. Дай нам себя всецельно Тебе отдать, любя. Твоё здесь делать дело и ждать с небес Тебя. Спаситель, говори нам слова любви святой, Что мы непобедимы, когда живем с Тобой. Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас. Твои слова дай слышать я не оставлю у вас. Спаситель, говори нам, завет нам открывай, Являй причин причину, служенью силы дай. Нет в мире лучшей доли, как жить всегда с Тобой. Творить Твою лишь волю и в Твой войти покой. Спаситель, говори нам слова любви святой, Что мы непобедимы, когда живем с Тобой. Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас. Твои слова дай слышать я не оставлю у вас. Слава Господу, братья и сестры. Приветствую вас, братья и сестры. Мне бы хотелось сегодня с вами читать из книги пророка Аввакума. Начнем читать с первой главы. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, Буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, Грабительство и насилие предо мною, И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает правильного, То и суд происходит превратный». И дальше мы видим, что Господь отвечает Аввакуму. «Посмотрите между народами, И внимательно вглядитесь, И вы сильно изумитесь, Ибо я сделаю во дне ваше такое дело, Которому вы не поверили бы, Если бы вам рассказывали. Ибо вот, я подниму халдеев, Народ жестокий и необузданный, Который ходит по широтам земли, Чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его, И прычей вечерних волков, Скачет в разные стороны конница его, Издалека приходят садники его, Прилетают, как орел, Бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, Устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок, И над царями он издевается, И князья служат ему посмешищем. Над всякую крепостью он смеется, Насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмивается дух его, И он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. И дальше идут уже слова Авакума. Но не ты ли, издревний Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, Скала моя. Для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим Несвойственно глядеть на злодеяния, И смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев Для этого он должен опорожнять свою сеть И непрестанно избивать народы без пощады. Мы видим, что пророк Авакум живет в обществе, Где уже забыли про Бога, Где царит грех, Где царит беззаконие. Мы читаем, что он в своей праведной душе мучается, Потому что он видит, Как те, которые должны соблюдать закон, Как те, которые должны праведно судить И вести народ к Богу, Они одоляют людей от Бога, Они делают превратный суд, Они берут взятки, Они заботятся только о своей выгоде. Мы читаем, что даже обычные люди, Они не хотят поступать праведно. Мы видим, что он говорит об этом обществе, Что грабительство и насилие перед ним постоянно, Что восстает вражда, поднимается раздор. И в этом все он мучается. Он видит всю эту картину, И он приходит с мольбой к Богу И спрашивает, доколе это будет происходить. И Господь, отвечая ему, говорит о том, Что это не будет продолжаться долго, Потому что Господь уже подготовил народ халдейский, Что он пошлет этот народ на народ израильский, И народ израильский будет наказан за то, Что он отступил от Бога. И, услышав это, Аввакум говорит, что он это понимает, Что Господь действительно не любит грех. Как мы читаем в 13 стихе, Что чистым очам твоим Несвойственно глядеть на злодеяния И смотреть на притеснения ты не можешь. Аввакум понимает это, Но он не может понять, Понять, почему Господь так долго попускал народу грешить. Потому что дальше, читая 13 стих, Мы видим, что он и задается этим вопросом. «При чего же ты смотришь на злодеев И безмолвствуешь, Когда нечестивец поглощает того, Кто праведнее его, И оставляешь людей, Как рыбу в море, Как присмыкающихся, У которых нет властителей?» Мы видим, что этот вопрос действительно беспокоил пророка. Мы видим, что он считает, Что Господь не следит за народом, Что он не принимает активное участие В жизни народа израильского, Что он просто временами Снисходит, наказывает, В общем, весь народ За грехи некоторых людей. И потом опять пропадает. И Аввакум не может это сопоставить, Потому что он знает Бога, Как того, который милостив, Как того, который действительно ненавидит грех, Который справедливый судья. И с другой стороны, Он видит то общество, В котором он живет, И он не может никак сопоставить эти две вещи. Читая вторую главу, Мы дальше видим, Что он ждет ответа от Господа. Будем читать с первого стиха. На стражу мою встал я, И стоя на башне наблюдал, Чтобы узнать, Что скажет он во мне, И что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь, И сказал, Запиши видение, И начертай ясно на скрижалях, Чтобы читающий легко мог прочитать, Ибо видение относится еще К определенному времени, И говорит о конце, И не обманет. И хотя бы и замедлило, Жди его, Ибо непременно сбудется, Не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, А праведность своей верою жив будет. Надменный человек, Как бродящая вину, Не успокаивается. Так что расширяет душу свою, Как ад, И как смерть он ненасытен, И собирает к себе все народы, И захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить О нем притчу, И насмешливую песнь? Горе тому, Кто без меры обогащает себя не своим, Надолго ли, И обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, Которые будут терзать тебя, И не поднимутся ли против тебя грабители, И ты достанешься им на расхищение. Так как ты ограбил многие народы, То и тебя ограбят все остальные народы За пролитие крови человеческой, За разорение страны, города И всех живущих в нем. Горе тому, Кто жаждет неправильных приобретений Для дома своего, Чтобы устроить гнездо свое на высоте, И тем обезопасить себя От руки несчастья. Бесславие измыслил ты Для твоего дома, Истребляя многие народы, И согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, И перекладины из дерева Будут отвечать им. Горе строящему город на крови, И созидающему крепости неправды. Вот, нет Господа лиса Ваофа, Это, что народы трудятся для огня, И племена мучат себя напрасно. Ибо земля наполнится Познанием славы Господа, Как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь Ближнему твоему питьем С примесью злобы твоей, И делаешь его пьяным, Чтобы видеть срамоту его. Ты присытился студом Вместо славы. Пей же и ты, И показывай срамоту. Обратится и к тебе Чаша десницы Господней, И постромление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание Обрушится на тебя За истребление устрашенных животных, За пролитие крови человеческой, За опустошение страны, города И всех живущих в нем. Что за польза Этистукана, Сделанного художником, Этого литого лжеучителя, Хотя воятель, Делая немые кумиры, Полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит, Дереву встань И бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, Но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, Да молчит вся земля пред лицом его. Мы видим, что Когда Господь обращал свои слова к Авакуму, Он ему сказал, Чтобы тот их записал, И записал четко, Чтобы всякий читающий Мог легко их понять и прочитать. Мы видим почему. Потому что Господь сразу же Показывает вот этот принцип, Что душа надменная не успокоится, А праведной будет жить верою. Мы видим, что Господь сразу же Показал Авакуму, Что да, он с одной стороны смотрит, Что у тех людей вроде все хорошо, Но Господь говорит, Что их душа не успокоится. И дальше мы читаем, Что он объясняет пророку, Что они будут наказаны, Что Господь знает все их дела, Он видит все их поступки, И он знает о том, Что они творят, И им воздастся по делам их. Это действительно так. И мы видим, Что не хоть и не сразу, Но воздаяние приносится людям. Но главное воздаяние За поступки людей Будет не в этой жизни, Оно будет в конце нашей жизни, Когда все мы предстанем пред Господом. На это так же само Господь показывает внимание. Он говорит, Что они надеются на истуканов, Они надеются на тех идолов, Которых они сделали. И, как говорит Господь, Что хоть они обложены серебром, золотом, Как бы привлекательно они бы не выглядели, И сколько бы надежд и сил Человек не вложил бы в эти истуканы, Они все равно станутся обычным деревом, камнем. Они все равно не будут живыми, И они не будут иметь в силы И в себе помочь человеку. Потому что от них нет никакой пользы. И Он говорит, Что эти люди надеются на то, Что никак не может им помочь. Но Господь, Он живет в своем святом храме. И Он жив. И действительно, Он силен помочь каждому. Он силен провести человека. Он силен помочь ему в любой ситуации. Он говорит об этом пророку. И когда Аввакума это понял, Когда он понял, Что действительно Господь все видит, Он все слышит, Он воздаст каждому по делам. И то, что Он сейчас Не наказывает сразу человека, Это Он не наказывает Просто по милости. Потому что каждый человек, Он с самого рождения, С самого первого греха, Он уже достоин того, Чтобы быть наказанным. Потому что закон говорит о том, Что наказание за грех – смерть. И то, что каждый из нас живет здесь, На земле, Каждый из нас ходит тут, И еще живет, И может видеть красоту этого мира. Это только милость Господа, Потому что мы не достойны И малой части того, Что мы имеем. И когда Аввакум это понял, То мы читаем, Что он написал молитву для пения, Которая начинается в третьей главе. Давайте ее прочитаем. Молитва Аввакума пророка для пения Господи, Слышал я слух Твой и убоялся. Господи, Соверши дело Твое среди лет, И среди лет яви его, Во гневе вспомни милости. Бог от Фимана грядет, И святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, И славою его наполнила земля. Блеск ее, как солнечный свет, От руки его лучи, И здесь тайник к его силы. Перед лицом его идет язва, А по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, Возрел и втрепет привел народы. Вековые горы распались, Первобытные холмы опали, Пути его вечные. Грустными видел я шатры Эфиопские, Сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспалал Господь гнев Твой? Разве на реке негодование Твое Или на море ярость Твоя? Что ты вошел на коней Твоих, На колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой Поклятвенному обетованию, Данному коленом. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, Ринулись воды. Бездна дала голос свой, Высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились На месте своем, Пред светом летающих стрел Твоих, Пред сиянием сверкающих копьев Твоих. В огне вешествуешь Ты по земле, И в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, Для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь голову нечестивого дома, Опоножая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его Голову вождей его, Когда они, как вихрь, Ринулись разбить меня, В радости, как бы думая, Поглотить бедного скрытно. Ты с конями Твоими Проложил путь по морю, Через пучину великих вод. Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести осем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои И колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен В день бедствия, Когда придет на народ мой Кребитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, И не было плода на виноградных лозах, И маслина изменила, И нива не дала пищи. Хотя бы не стала овец в загоне И рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе И веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, И на высоты возведет меня. Мы читаем, что действительно, Господь – это великий Бог, Это великий Творец. И основная часть молитвы – Это как раз таки прославление Бога, Как Творца. Прославление Его величия. Потому что нет на земле, Ни в вышине, Нигде в этой вселенной, Никого, кто был бы величественнее, Чем Бог. Или хотя бы, Хоть на малую часть, Мог бы сравниться с Ним величием. Потому что мы читаем, Что Господь – это Тот, Который сотворил всю вселенную Одним лишь словом. И мы также видим, Что Аввакум пришел, Наконец, к тому пониманию, Что если даже виноградная лазанья Даст плода, Если будут оливать нечестивые, Что бы ни произошло в этой жизни, Надо радоваться о Господе, Надо радоваться о Боге, О Его величии, Потому что Бог неизменный. Что бы ни произошло в нашей жизни, Какая бы ситуация нас не постигла, И в каких бы мы обстоятельствах Не оказались, И насколько бы они нам могли Не казаться непреодолимыми, Господь во веки Тот же. Он был, есть и будет. Он как любил нас, Так и будет продолжать любить нас. И действительно, Это Его любовь, Она настолько велика, Что Он отдал за нас Своего Сына. Мы знаем, Что Христос умер за каждого из нас, Пролил свою святую кровь, Что бы мы могли жить, Что бы мы могли прийти к Нему, Потому что без пролития Его крови Мы бы никогда не смогли приблизиться к Богу, Потому что мы сами по себе Полны греха, Мы полны скверны, Которые неприятны Богу, Которую Он ненавидит. И Господь по Своей великой любви и милости Он нас очистил от этого всего. Он продолжает нас любить, Даже тогда, Когда мы в чем-то согрешаем. Видим, Что действительно, Эта великая Божия любовь и милость, Она полностью наполняет землю. Хотелось бы, Чтобы наша жизнь, Она была в том понимании, Что любовь Господа, Она не зависит от обстоятельств, В которых мы живем. Она не зависит от того, В каком мы находимся в обществе. Она не зависит от того, Какой у нас достаток, Или что мы имеем. Мы также должны всегда помнить о том, Что Господь справедливый, Что Его милость, Она обращена не только к нам верующим, Но и к тем, Которые еще не приняли Господа. И то, Что Господь им попускает делать многие вещи, Это не признак того, Что Господь не видит. Он видит, Но Он дает этим людям Так же еще время покаяться, Так же еще время принять Его, Потому что суд будет в конце жизни, Когда мы все предстанем пред Господом. Братья и сестры, Давайте будем молиться И действительно уповать на Бога, Его милости, Во все дни своей жизни радоваться Господе, Потому что Он наше спасение, И Он наша сила. Аминь. Мой Господь, Я благодарю Тебя за Твою любовь к нам, И за то, Что Ты по своей великой любви и милости Привел нас к Тебе, Ты даровал нам прощение грехов, Таргечная жизнь с Тобой на небесах. Мой Господь, Я благодарю Тебя за то, Что действительно Ты С каждым из нас, Ты нас, грешев, Привел к Тебе, И мы можем предстанть перед Тобой Только уже благодаря Тебе. Я благодарю Тебя за то, Что Ты поддерживаешь нас в нашей жизни, Ты даешь нам действительно Это спокойствие и упование на Тебя, Боже, Потому что только Ты один, Боже, Можешь принести смысл в жизни, Только Ты один можешь поддержать нас, Боже, Потому что только Ты есть надежная опора В нашей жизни, Мой Господь, Здесь, на земле. Я прошу Тебя, помоги нам всегда Об этом помнить, Помоги нам следовать за Тобой, Боже, Искать Твоей славы, Искать Тобого величия, Мой Господь, И представлять Тебя, Потому что только Ты один достоин Славы и чести, Мой Господь. Ты создал нас, Ты создал этот мир, Мой Господь, Ты по своей великой любви и милости Божьей Продолжаешь сохранять Божий Его, И Ты желаешь, чтобы каждый человек спасся, Каждый человек пришел к Тебе И прославил Тебя, как Творца, Мой Господь. Я прошу Тебя, помоги нам, Помните об этом, Помоги нам следовать за Тобой, Боже, Помоги нам нести Твое Слово, Боже, Чтобы как можно больше людей Еще смогли принять Его. Мой Господь, я прошу Тебя, Не дай нам роптать Божию на Тебя, Не дай нам роптать на то, В каких мы находимся, Обстоятельствах Божия, Потому что мы достойны намного худшего, Мы достойны, Геен Огненный, Мой Господь, Помоги нам всегда об этом помнить, Чтобы наша жизнь была наполнена славой Тебе, Мой Господь. За все Божий Божий Божий, Будь прославлен. Аминь.